Во время визита Владимира Зеленского администрация президента Джо Байдена предложила Зеленскому подумать вокруг трёх планов для достижения мира. Первый план — это план Зеленского. Второй план — может быть Украина согласно уступить Донбасс и Крым. То есть Россия отходит к границам 2014 года или к границам до 24 февраля. И третий план — Россия возвращает Донбасс, но Украина уступает Крым. Президент Зеленский, народ Украины категорически отвергли второй и третий планы, иными словами, планы по уступке Донбасса и Крыма, или только Крыма, и настаивают на первом плане. То есть мир на условиях Украины. Россия убирается вон, уходит со всех территорий Украины, включая Донбасс и Крым. Украина вступает в НАТО, Российская Федерация платит репарации, и военные преступники предстают перед Гаагским трибуналом. США согласились с Зеленским, и в качестве первого сигнала сегодня стало известно, что Сенат принял резолюцию, согласно которой в Штатах начнутся шаги по конфискации российского капитала или средств российских олигархов. Иначе говоря, Сенат США поддержал законопроект о помощи пострадавшей от войны Украины за счет конфискованных активов Российской Федерации. То есть миллиарды, заработанные российскими олигархами в кавычках потом и кровью, будут арестованы, подвергнуты конфискации и переданы Украине. И это будет началом репарации России. А эти репарации, она или то, что останется от нее после ее раздробления, будет платить на протяжении десятилетий. На протяжении десятилетий.